Манго Впервые на моём обзоре манго, да ещё и какая, Омнивус Тетради Смерти. Все 12 томов в одном переплёте. Сегодня я постараюсь вам рассказать об этом шедевре. Прежде чем взглянуть на саму книгу, предлагаю вам осмотреть коробку, в которой идёт манго. Это серая картонная коробка с наклейкой. На задней стороне изображён бог смерти, рюк, наклейки, штрих-коды, а также вкладыш. Сверху и снизу ничего нет. Мне кажется, настало время достать книгу из коробки. Как мне кажется, камера не передаёт всего величия этой книги. Поэтому я предлагаю её сравнить с обычным комиксом страниц так на 120 на 150. Ну вот, теперь вы ощущаете разницу? На самом деле я не фанат манги. В моей жизни была всего одна манга, поэтому мне сложно её оценивать, но я постараюсь что-нибудь о ней рассказать. История, описанная в этой манге, следующая. Обычный школьник Ягами Лайт находит тетрадь. Он решает её подобрать и дома он её открывает. Читает пролог, в котором описаны правила использования этой тетради. Там шла речь о том, что чьё имя будет написано в тетради, тот человек умрёт той смертью, которая будет описана. Сама тетрадь принадлежит богу смерти, Рюку, который по неосторожности потерял её в мире людей. После того, как Рюк узнаёт, что его тетрадью воспользовались, он появляется за спиной Киры. Теперь Рюка Кира неразлучимы до тех пор, пока Кира не умрёт. Кстати, есть маленький нюанс. Если вы используете тетрадь смерти, то после вашей смерти вы попадёте в ад и будете скидаться в нём вечно. Кира осознаёт, что его ждёт в будущем, поэтому он решает не останавливаться и убивать людей одним за другим. После череды внезапных смертей в одном районе, полиция начинает интересоваться, кто за этим стоит. Таким образом появляется Эл, человек, который расследует серию убийств. На протяжении всей истории мы будем следить за развитием этого сюжета. Кстати, эта книга оригинальная, она на японском языке, то есть нет перевода. Если вы всё же знаете японский язык и любите читать комиксы, манги и книги в транспорте, хочу вас огорчить. Этот сборник весит по 3 килограмма и читать его в транспорте будет не очень комфортно. Переплёт у книги мягкий, матовый. Страницы внутри глянцевые, но очень тонкие. По плотности они примерно как газета. Сама печать, изображение, всё отлично. Я пересмотрел всю эту книгу, все странички и не нашёл ничего плохого. Никакого брака здесь нет. Всё напечатано отлично. Качество издания очень хорошее. Если честно, у меня даже нету слов, чтобы описать всё величие этого сборника. Пожалуй, единственное место, где вы можете приобрести этот омнибус в Украине, это в магазине Пульсар, который находится в Киеве, возле рынка Петровка. Но если вы проживаете в другом городе Украины, либо же в странах СНГ, вы можете опормить доставку в ваш город или страну через интернет-магазин, ссылку на который я оставлю в описании. В этом магазине вы найдёте абсолютно всё, начиная от комиксов и заканчивая мангами за 100 долларов. Там вы найдёте аксессуары, атрибутику, японские сладости, а также стикеры. Всё это и многое другое в магазине Пульсар. Ссылку ищите в описании под этим видео. Также мне интересно узнать, как вы относитесь к обзорам на мангу на моём канале. Если вам понравилась такая идея, вы хотите, чтобы я читал мангу и делал обзоры и развивался ещё и в этом направлении, напишите об этом в комментарии. Ну а с вами я хочу заключить контракт. Если это видео набирает 50 пальцев вверх, я опубликую обзор на комикс «Пстители против людей Икс». Большое спасибо за просмотр. До скорых встреч.